Тему во многом непонятную для простого обывателя обсудили на заседании регионального правительства. Поговорили об индустриальных парках на территории региона. Сегодня их уже три. На территории Иваново располагается парк Иваново-Вознесенск. Правда, пока плохо разрекламированный. Кинишме началось с создания многопрофильного парка Кинишма. И, пожалуй, самый известный на сегодня индустриальный парк Родники. Если последняя площадка будет функционировать в полную мощь, то у региона появится более тысячи новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. Однако пока еще парк больше забирает, нежели дает. Общий объем инвестиций в проект за три года составляет более 700 миллионов рублей. За счет этих средств было реконструировано более 100 тысяч квадратных метров автомобильных дорог, площадок и тротуаров. За минут 2772 погонных метров ограждения территории устроено почти 55 тысяч квадратных метров газонного покрытия. Одновременно управляющей компанией парка ведутся работы по отделке фасадов производственных и административных зданий. Необходимо понимать, что индустриальный парк – это своеобразная теплица, в которой вырастают новые производства, причем на льготных условиях. Площади либо арендуют, либо покупают. В интересах парка заманить в эту самую теплицу как можно больше представителей бизнеса. Самый главный минус Родниковской площадки на сегодня – о ней мало кто знает. Да и находится она не в самом удобном для столичного инвестора месте. Конечно же, говорить в целом, когда мы сможем все производственные площади заполнить непосредственно резидентами, это пальцем в небо. Это никто никогда не даст гарантию, что через год, через два индустриальный парк будет наполнен резидентами. А может случиться такое, что через год он и будет наполнен резидентами. Поскольку проект долгосрочный, необходимо соответствующее законодательство, которое сможет урегулировать работу индустриальных парков, предусмотрит меру господдержки и налоговых льгот. Я уже разместил в сети интернет сейчас обращение к бизнесу, чтобы в случае, если у кого-то будут какие-то предложения по внесению изменений, дополнений, правок в этот законопроект, чтобы направляли эти предложения в Департамент экономического развития. Законопроект обязан предусматривать всевозможные нюансы. Парк не должен становиться местом, где могли бы заручиться господдержкой недобросовестные предприниматели.